Сегодня такой интересный день. Так получилось, что именно сегодня из типографии вышел первый том новой, очередной уже книги, которую увидела свет в издательстве «Стигмарион». Спасибо Андрею Сияющему, спасибо Денису Овсянникову, Гале Сияющей, ну и всем, кто к ней имел отношение. И вот эту книгу я вам сегодня показываю. И, ну, простите меня за нескромность, но я очень рекомендую ее почитать, потому что столько интересных вещей, сколько здесь есть. А еще будет второй том этой книги. Еще есть книги, которые уже увидели свет, вот просто, наверное, вы нигде больше не сможете найти. И даже вот начиная нашу сегодняшнюю встречу, как бы вот пока мы все собирались, был задан такой интересный вопрос, а что с нижней человек на самом деле существует? Вот, вы знаете, опять же, по стечению обстоятельств, вот эта книга начинается именно с раздела «Криптобиология». То есть та часть аномалистики, которая посвящена изучению вот таких скрытых, тайных, пока еще не совсем известных, а некоторых вообще неизвестных науке животных. Причем, когда я говорю слово «наука», я имею в виду академическую науку, в которой все должно быть настолько 100% доказано, что ничего кроме этого, как кажется некоторым товарищам, и быть уже не может. Однако, складывается ситуация так, что постепенно находятся и новые виды живых существ, причем даже совершенно не таких маленьких, как какие-нибудь там насекомые, которых очень сложно найти в каких-нибудь там тропиках, или в Южной Америке, или в других видах тропиков. Но оказывается, что есть виды существ, которые живут практически бок о бок с нами. Вы знаете, когда мы сами начали подбирать информацию о том, а где встречается в современных, в наших условиях, пресловутый снежный человек, он же Йети, он же Алмасте, он же там, и у каждого народа есть свое название, то оказалось, что и даже на территориях современных крупных городов периодически вот таких вот товарищей встречают. Как бы это ни казалось странным. И встречают совершенно адекватные люди, которые потом делают записи, и мы их опрашиваем как свидетелей. То есть, как положено в криминалистике. Мы собираем свидетельские показания. И вот часть таких свидетельских показаний, она как раз легла в первую главу вот этой книги. И я так думаю, что мы с вами в течение нашего сегодняшнего вечера еще о многих других необычных явлениях поговорим. И я буду очень рада пояснить, рассказать о тех необычностях, которые происходят рядом с вами, рядом с нами. И они, может быть, кажутся необычностями потому, что аномальные явления, они потому и аномальными называются, что они очень редко встречаются в жизни каждого обычного отдельно взятого человека. Но когда собираешь полностью вот эту картину аномалистики, то видишь, что, боже мой, сколько только рядом с нами не происходит. И важно смотреть на всю вот эту картину аномалистики в комплексе. А когда смотришь на нее в комплексе, то думаешь, в каком необычном мире мы на самом деле с вами живем. И насколько этот необычный мир отличается от того, который нам предложен в учебниках, в которых, как известно, все выверено, приглажено, простерилизовано и предложено нам к употреблению. Вот с этого я, наверное, хотела начать нашу сегодняшнюю встречу. И я, конечно, жду от вас вопросов. Потому что говорить-то я, конечно, могу достаточно долго, много, и вы меня не прервете. Но лучше, если будут вопросы с вашей стороны. Итак, кто первый?